Итак, интересный эксперимент. Если кто давно смотрит ролики, помнят, что электролит, когда подключаешь схему, да, вот у нас обвязки нету, я ее убрал, потому что идет очень большой перегрев транзистора, то есть вот я поставил 20 Ом, 22 где-то, потом замерим, и как видим светодиод светится почти в пол, я не знаю, это по полный накал, для белого светодиода слепит конкретно, и взять, если электролит, конденсатор, и на эти 20 Ом поставить, у нас происходит умножение сигналов. Причем интересно, что полярность, без разницы какая, но светодиод светится гораздо ярче, и при этом, если без конденсатора, вот здесь поставить, резисторы очень сильно греются, с конденсатором греются слабее гораздо. вот 47 Ом, он как будто возвращается на свой поток. Ну-ка, если мы поставим побольше, эксперимент идет полным ходом, это я не помню, тут у связка, сколько там их, о, стробоскоп получился, здесь у нас тоже связка резисторов, пытался подобрать, разницы нету, стробоскоп и стробоскоп, остается поставить какой-нибудь переменной сюда. Вот я выпавил из преобразователя, синенький такой, к сожалению, непонятно вообще какой маркировки, а вот 103, все нормально, подходит. вот мне интересно, просто сколько я не пытался запихнуть электролит, первый раз у меня получился, и оказывается он может в схему только добавится при определенных стечениях обстоятельств. так, покрутим. транзистор конечно вообще раскаляется, прям удивительно, как он еще не сгорел. what что говорит в ту сторону. Так, вот оно. Все-таки не стоит перебарщивать. Надо оставить минималки в среднюю диапазону. В принципе достаточно для того, чтобы что-то осветить. При этом транзистор теплый, резистор не греется, аккумулятор, но после испытаний теплый. Так что остановимся на этой схеме. Давайте отключим, посмотрим какое у нас получилось сопротивление. 700 Ом. По идее можно 500 Ом поставить. Но начинает греться у нас транзистор. То есть, лишние теплопотери, которые вызывают у нас перегрев, приводят к тому, что аккумулятор начинает садиться раньше. Кстати, светодиод холодный. Вот, я к этому и стремлюсь, чтобы схема была достаточно простая. То есть, тут ничего нет. Резистор, транзистор, катушка, батарейка, светодиод. Это вот именно часть, которая у нас будет служить как фонарик. А часть, которая будет у нас подключаться к солнечной батарее, рассмотрим дальше.